Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что, турнир закончился, забираем свои награды. Лига мастеров 3 звезды, так, сюрикены, Рафаэль Космос, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, друзья мои, на часах у меня 10 часов вечера, поэтому буст, соответственно, сорвался, потому что я буквально только пришел с работы. И вот этот видос, скорее всего, будет уже выложен завтра утром, то есть получается во вторник. Так что не обессудьте. Ну что, давай заберем с тобой пак, из которого нам выпадает Змей Кавьюн. Так, и посмотрим, кто на этой неделе. Ну, друзья мои, черепашка классическая здесь у нас. Так себе боец. Не знаю, ребят, может быть, кому-то зайдет. Я ничего не могу сказать толково, потому что он у меня не прокачанный. Так, Лига Лео, идет девча сила. А вот это уже для вас будет, наверное, приятной новостью, потому что эксперт, супершреддер, будет разыгрываться, естественно, ДНК. И всем, 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 вообще рекомендую всем, ребята, собирать, собирать ДНК, потому что вы прекрасно видите, что супершреддер рулит. Просто рулит. У меня он вообще один из туповых бойцов. У меня Ромагон и вот супершреддер. Потом идут Усаги, Лео и так далее. Крэнк и все остальные. Ну что, давай, наверное, будем потихонечку выполнять задания наши. Пройдем серию испытаний. Так, давай сюда заглянем. Нет, нет, нет. Возьмем раз, два, три, четыре, пять. Ну, такой командой попробуем сейчас. Да хотя, что попробуем? Размажем их по стенке, да и все. Пробовать я еще тут что-то буду. Бибов. Такой боксер, да, стоит. Довольно. Ну, куда ты, лысый Бобик, прыгаешь на меня? Я не могу понять. Давай тройным укусом, я думаю, мы его порвем. Да? Армагон. Эх, чутка река не добил. Ладно, Крэнк, делай дело. Так, шлепни. Вот так вот. Пробивной. Посохом Бо. И добивка. Переходим на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Хан, Бибов и Рокстеди. Есть массовая атака? Ладно, давай вот так вот сделаем. Такой, гоп, пощучил. Ну, на. Слушай, ну он неплохо бафает на самом деле. Так, я, наверное, Хана попробую заплевать. Отлично. Так, пробиваем его. Теперь повесим на себя дополнительную защиту. Ага. Так, минус. Минус. И остается у нас Бибов и Рокстеди. Два брата-акробата. Один лом. Другой лопата. Что-то там еще выбирает он мне. Ты посмотри-ка, а? У Армагона пол хп стало, привет. Неплохо они нас тут. Прижучили, так скажем. У них еще иммунитет висит. Посмотри, а? На тебе. Никак не угомониться. Ложись, я сказал. Все, победили. Ну что, серию испытаний прошли. Теперь нам остается найти элементы. И, в принципе, все. Уровень будем уже поднимать после арены. Так, а сейчас ищем Нашего Кожеголового. Так, и вот что нам нужно. Три чеп-планшета. Ага. Два планшета. А если я вот здесь, например, буду искать... Игра, не ломайся. Дай мне, пожалуйста, планшеты. Один есть. И второй, пожалуйста. Какие-то космокомиксы какие-то. Не пойму. Шок техно. Куда он их вообще взял, эти комиксы? Блин, ребят, не могу. Надо открыть форточку. Такая духота стоит в квартире. Уже сколько раз зарекался купить себе этот... Как он называется-то? Прожектор. Вентилятор. Чтобы, ну... Воздух поставил на себе, чтобы обдувало. Блин. Нет же, все забываю. Так, ну что, здесь мы забрали. И нам нужно будет поднять уровень персонажей. Я, как уже говорил, это будем делать после турнирной арены. Ну что, поехали. Так, я ищу 11-11. А дадут ли они мне? Спустя столько времени-то. 11-11. Скорее всего, вряд ли. Нет, Даль, смотри-ка. Повезло. Тогда поехали. Без промедления. Вот ты заметь, что всегда, ребят, практически присутствует в первых поединках Карайка. Вот сколько я заметил уже, она практически всегда присутствует. Наверное, из-за того, что она самая первая, кто дается после Леонарда. А другого, по сути, у меня нету. Ну что, здесь победили. Все отлично. Что, стул заскрипел. Ё-моё. Ни одно, так другое. Так, ну что, с воина сразу на две звезды перелетаем. 96-я позиция. И ищем. Попробуем, наверное, 11-12. Ой, сомневайся, что мне... Хотя, смотри-ка, дали. Дали. Уровень здесь у наших врагов 20-й, так что не стоит переживать буквально еще, наверное, 10 поединков. Пока они нас догонят. И догонят ли вообще, неизвестно. Ну-ка, давай. Как-то мне сказали, ребята, подписчики, как это оружие называется. Я его назвал Веер. Но меня поправили, что этот Веер называется так-то так-то. Там название такое хитрое. Вот. То есть им можно и драться, и защищаться. Он как щит еще работает. Так, ну что, 11-12. Ну, 12-13 ведь не дадут же, да? Нет, скорее всего, не дадут. Ладно, выбираем то, что нам дали. Уровень у наших противников, я смотрю, всего лишь 22-й, 20-й. Само собой, быстренько разбираем. Даже не буду здесь дебаф делать, потому что он просто не нужен элементарно, так как противник слабый, естественно, мы его сможем так разбомбажить. Все. Погнали дальше. Да что за скрип-то, ек-макарек, а? Не могу понять. Ножки, что ли, заскрипели у стола? Или он уже сам просто состарился? Так, ладно. 11-12. Давай 12-13, а? Ну. Блин, ну не хочет. Вот ты посмотри, 11-12 и все, вот уперся. Оу, блин. Ну, ребят, поздно. Поздно я увидел. Было. А было все-таки 12-13. Значит, можно получить. Ну, сколько нам придется сейчас теперь попыток сделать? Ой, не знаю. Твою же налево. Надо было такой момент, ребята, упустить, а? Это все мои спешки и не внимательность. Ладно, не буду вас томить. Еще разик от вас сделаем и все. Нет так нет. Эх. А на самом деле можно было бы, конечно, выловить. Ну, я уже просто знаю, что вы нервничаете. Типа, что ты там будешь 3 часа ролить? Выискивать, вынюхивать. Давай сразу продолжай бомбить. Ну, я, видимо, сразу и продолжу бомбить. Так, давай, этих дурочков, наверное, и хватит. Делично. Сегодня, ребята, на работе попытался поиграть в растение против зомби. Не то, что попытался поиграть, а попытался перейти в следующий ранг. Не получилось у меня. Меня колбасят. Меня аж прям до психоза, друзья. 45-й ранг. И все, и выше не могу. Мне иногда даже кажется, что просто мне подбирать таких противников, у которых есть все против моих карт. Вот. Как вот стечение обстоятельств. Я ставлю одну карту, он ставит такую, что перебивает мою карту, и еще при этом остается в плюсе. Но зато есть хорошая новость. Я накопил там тысячу бриллиантов, и мы будем с вами покупать 11 паков в следующей серии. А следующая серия будет у нас на выходном. А выходной у меня будет послезавтра. То есть завтра у меня еще смена. Ну, можно будет и завтра, конечно, после работы поиграть. В общем-то, посмотрим. Там поиграем в растение против зобий. Что-нибудь еще надо будет для второго канала какую-то игру найти, которую будем проходить вместо звездного десанта. Ну, то есть, мы же прошли ее, звездный десант. И теперь надо будет... У меня там много чего, конечно, лежит. Много проектов. Ну, даже не знаю, жестоко хвататься. Слишком велик соблазн. И, кстати, напишите про Фрозенхейм. Стоит ли его дальше проходить или нет. Фрозенхейм, это тоже, ребята, стратегия... Про викингов, короче. Да, так скажем. Ну что, давай, наверное, я попробую этого Кирби вольнуть. Дальше сделаем массовую атаку. И добивка по всем. Обожаю, обожаю массовые атаки. А еще больше всего люблю, когда они, ребят, прокачаны у нас. Вообще тогда топово все идет. Да что же за скрипт-то такой? Не могу прямо, а. Прямо аж раздражает. Так, ну что. Переходим на третью позицию. Еще это как-то кисляк, если честно. Еще, друзья мои, кисляк какой-то идет. 13-15. Отлично. 31-й и 34-й уже уровень у наших противников. Пока еще они нас не догнали. И мы себя, естественно, чувствуем здесь довольно свободно и вольготно. И еще в ХКР-ке, ребят, в первой части я купил еще одну новую машину. Какую? Опять же, узнаете на выходном. Потому что мы ее обязательно будем тестить. Мне самому посмотреть интересно, что она из себя представляет. Так, ну что, давай, наверное, плюшку бросим. Этого будет достаточно. Все. Расколбасили мы их. Ну что, тогда продвигаемся дальше. Вот это, ребята, неделя у нас будет последняя. И мы по прохождению, да, уже будем на следующей неделе прокачивать в платиновый ранг еще одного бойца. Так что, как я вам говорил, делаем предварительные заметочки и пишем в комментариях. Так, а здесь-то что нам сделать? Ну, давай так. Добьем. Блин, у нас что, массовые атаки ни у кого нету? Есть только дебаф. Ну, давай дебаф сделаем. Хотя можно было бы и бомбануть их, на самом-то деле. Пробивной даже не попал, ребят. У нас слишком большое сопротивление. Единичку урона нанес. То есть, 33-й уровень, он не может справиться, да, с 56-й. Вообще никак. Просто никак. Ладно. Нам это только на руку. Ну что, мы продвигаемся тогда далее. И переходим. Да, ребят, мы дошли до самураев. Ну, давай хотя бы попробуем сегодня на его лиге сегунов, наверное, 3 звезды добраться. Нет, 3 звезды, это, конечно, мощная ямочка ноу. Давай хотя бы 2 звезды, потому что мы начали с тобой не с самого отката. Да и то не факт, что если бы мы начали с самого начала, мы бы достигли тут каких-то особых результатов. Это уже показала не первая наша игра сразу по откату. Уже неоднократно мы так делали и очень редко попадает так, что ты можешь сразу зайти в лигу мастеров. Это, ребята, редко бывает, поэтому я так и радуюсь. Когда это происходит. А так, лига сегунов это максимум, что нам могут дать. Ну что, 13-16? Давай разруливать. Паула. Раз, два, три, четыре. У меня, видишь, бойцы быстрее кончатся, чем я. Дойду до каких-то там огромных высот. Сегодня у нас чистая арена. Я, наверное, ребят, сегодня не буду проходить события до испытания, потому что, ну, сам понимаешь, с работы уставший. К тому же завтра опять же утром рано вставать. Сам понимаешь, в 4 утра вставать, поесть, умыться, побриться, как говорится, и в 5 часов, в полчаса выходить. Так что надо как бы отдохнуть. Это вообще я вот сейчас в последнее время в рабочие дни, в рабочие смены пытаюсь не играть. Чисто выходные, ребят. На выходных, да, пожалуйста. А в такие, в будни, тяжело. Еще сейчас хорошо, что лето, как бы энергия есть. А зимой, ребят, ну, сами понимаете, у нас полярная ночь. Мы как эти, эй, как зомби. У нас вечная темнота. У нас солнце светит в день, ну, по-моему, там час или полтора. И все, и больше мы его не видим. Просто в темноте. Ну, зато летом у нас нету ночи. У нас постоянно светло. Постоянно. Особенно если, не дай бог же, светлая, яркая, ну, как, солнечная погода. Солнце, оно вообще не садится. Оно не садится. Такс. Что это такое, ну? Даже вот сейчас, вот, полодиннадцатого вечера, солнце так шпарит, что мама не горюй. Ну что, прошли. Прошли мы с вами и двигаемся далее. Так, с восемьдесят девятой позиции становится сорок пятая. Ну что, я думаю, наверное, перейдем сейчас в лигучку-то, а? Дадут мне перейти в лигу сюганов или нет? Я очень хочу. Ну, как говорится, маларис, что ты хочешь, много ты не получишь. Так, бросаем паутинку. Опа. Крис сразу одобрился, не выдержал натиска. Ну и все остальные тоже. А у нас уже какой там, шестьдесят пятый получается, да, уровень на наших бойцах? А у него сороковой, по-моему. А, у нас даже семидесятники. Так, самурай, три звездочки. Самурай, три звездочки. У них сорок пятый ранг. Нет, друзья мои, не хватит нам дойти сегодня. Для лиги сюганов три звезды. Сам видишь. Персонажей уже мало осталось. Ну, хотя бы до двух звездочек дойти. Было бы уже тоже неплохо. Эй, 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 эй. Рок, кстати, ты что, ты что, совсем что ли попутал? Рамсы стоит он там, наяривает. Не пробили же его, а? Ну да. Жирный гаденыш. Ну что, какая позиция у нас? Полтинник? О, даже полтинника не было. Ну дай мне пятнадцать девятнадцать, а? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну мне кажется, хватит мутагена, чтобы прокачать кожеголову до семьдесят девятого уровня. А ну-ка, массовой давай. Шикарно. На тебе. Семьдесят девятый уровень получит. Там еще левел уже будет восьмидесятник. И еще двадцать уровней. Вроде кажется мало, но... По мутагену это получается очень много. Это получается очень много. Так, давай возьмем эту команду. Раз, два, три, четыре Пять Окей Ну что, делаем крученый? Ты все что ли? Ну, Саги, красавчик У них какой-то уровень-то был Что-то они так быстро слегли Прям, я бы сказал, моментальненько А вот, ребята, и Лига Сегунов А вдруг все-таки дойдем до двух звездочек, а? Если они дадут, например, нам 15 Вряд ли они, конечно, дадут мне 15-20 И боев у нас остается, да? Последний поединок То есть вот этот и еще следующий И все, ребят, на этом наши бойцы закончатся К сожалению Майки вырубает майки, да? Окей Крич Изи Изи катка Ну что же Переходим на последний поединок Давай Слушай, есть вероятность, но маленькая Что мы перейдем с тобой в две звезды Так, 15-20 Дали Раз, два, три, четыре, пять То есть это нам нужно 50 ступенек сразу пролететь Че-то как-то мне не верится Что мы можем себе это позволить Просто не верится Где-то будет, наверное, 10-я или 15-я позиция Мне кажется, вот так вот Да, 12-я Ну вот, в принципе, ребята, и все Единственное, что нам надо поднять уровень персонажа Это будет, естественно, кожеголовый Вот так 79-й уровень он получает Здесь мы забираем награду И за кадром я посмотрю Рекламу, чтобы получить откаты 10 штук Так что, друзья мои, всем пока Всем удачи и до новых скорых видосиков